здравствуйте дорогие телезрители сегодня сегодняшнюю программу я хотел бы начать с быстрых ответов на вопросы под предыдущим видео один из них александра мельникова по поводу покупать не покупать 3 прораса получается белый красный и зеленый чтобы попробовать и дальнейшем определиться его смущает то что в красном прораса много масла ши и запах сандала александр решать только вам запах сандала там не чрезмерный а масло ши там просто обязана быть потому что красная серия присутствует предназначена именно для густой плотной щетины если у вас таковая конечно же возьмите белое это с нотами белого чая лимона яблоко она предназначена для чувствительной кожи если вы чувствуете что вам это необходимо конечно же возьмите тоже а что касается зеленого это эвкалипт и ментол я читаю ответы и я прекрасно слышу как антон карелин уже не первый раз говорит что это порошок 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 антон ты можешь еще 25 раз написать что это порошок только не забудь одну вещь это для тебя порошок для второго человека это может быть что-то другое для 3 3 для 5 5 вот так как-то навязывать свою точку зрения ну тоже как-то неправильно считаю лично для меня это эвкалипт вот как написано эвкалипт так и есть эвкалипт и холодит то есть зачет однозначно зачет поэтому александр решать вам если вы боитесь что там сильно пахнет сандалом не переживайте это не доктор харрис в докторе харрисе мыли я вчера буквально переписывался с андреем карасев карасевым чтобы вы знали это человек который очень хорошо разбирается не только в бритье но и в холодном оружии и в лезвиях ну человек фанат своего дела так вот он купил мыло сандал твердо заходит в ванну распаковал заходит на следующий день запах остается так что это вот практически ароматическая свечка у прораста это маленечко по-другому не переживайте иван филиппов вы спрашивали по поводу того что часто смена лезвий при может ли она привести к прыщиком и прочим 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 иван не могу сказать я вот только щас за первые за долгие годы стал часто менять лезвие только для того чтобы вам как-то рассказать о том что что это вообще такое поэтому ноль информации возможно те люди кто смотрят видео читают комментарии смогут поделиться на эту тему ребят если у вас есть что сказать конечно же скажите с этим закончили и так повторение пройденного в прошлый раз на обзоре было hgm ребят вещь вещь прошло полностью по всем показателям все пять позиций которые все пять требований которыми которые я к нему предъявлял они были соблюдены поэтому мыло мне очень понравилось и я бы его даже рекомендовал дальше что касается автошейва автошейв от компании ли очень понравился он свеженький он не навязчивый он как лето он чуть-чуть холодит вашу кожу без всякого ментола и может быть из-за того что он был не алкогольный из-за того что быстро испаряется вас такой эффект создается приятная хорошая вещь и после того как вы его нанесете не оставляет пленки поэтому мне он однозначно понравился что касается лезвие мерку неоднозначное бритье они подарили последний раз получил я очень сильное раздражение с чем это связано не знаю прошлый раз работали мы со станком мюллер 89 сегодня же я эти лезвия хочу переставить на станок прогресс long 510 поставлю сразу на третью позицию возможно это как-то сработает потому что на меркури р 89 для меня примерно где-то вторая позиция вдруг что-то поменяется сегодня будем пробовать их третий раз и даже если сейчас лезвие и во второй кого во второй раз и во второй раз мне не зайдут ребят в этом нет ничего удивительного что все лезвие всем заходить не могут я могу передать только свои ощущения это то что было что будет позиция пришли его на до сих пор никем не занята поэтому остается старый добрый правоса я на него даже не буду тратить время чтобы рассказать что это мыло мыло у нас сегодня будет замечательной прекрасной компании нанесили слов из англии там за хозяйку шерон бакстер вот она мне подогнала вот такую баночку интересную которая называется мароккан санкция марокканские пески запах ребята кто любит восток умопомрачительный умопомрачительный это свежесть это сандал это муск потом мускусная такая нота не мускат вот именно мускус что-то такое вот есть и если допустим даже вот сравнивать так а где у меня есть у меня есть индийский мозг old spice они не перекликаются это что-то разное это маленечко что-то другое но в моем понимании вот именно вот этот запах это полностью восточный этого как будто зашли в лавку специй в лавку благовоний и вот это все обрушивается на вас ребят если вам не чужды вот эти вот симпатии к восточным ароматом для вас это будет бомба лично для меня это бомба и сейчас красная баночка диаметре 8 сантиметров это не просто так это лимитированная серия которая в принципе в магазине нанесили сок считается эксклюзивной да она подороже чем все остальное и весу здесь 120 грамм но здесь еще и масло кори ты побольше добавляют по моему если не ошибаюсь здесь еще и мукозье молоко есть и плюс ко всему банки именно вот такие с такой расцветкой под автомобиль под спортивный вы ни в какой другой серии больше не найдете это только в этой серии во всех остальных тоже металлические баночки но белого цвета здесь с обратной стороны вы можете прочесть как называется мыло и полностью все составляющие которые там есть а также вес 120 грамм это по части мыло по части автошейва на эту позицию у нас тоже все покончалось и как бы мне сейчас ни от кого нечего больше показать так что у нас будет старый добрый бриз который который мы можем купить в любом магазине за три копейки и попробовать что же собственно за зверь такой лезвия лезвия уже говорил так что давайте сейчас эту парочку минут все приготовлю и мы с вами продолжим пришлейф я уже нанес пора сделать пену парни даже маленечко страшно как-то она там что-то вот мыло средней твердости она мягче чем прорастся поэтому я лишнюю воду стряхну если что я всегда добавлю и попробую его загрузить прочел на англоязычных формах что тот человек который пробовал этим мыло уже в процессе загрузки он загружал кисточку где-то секунд 30 потом пожалел об этом сказал надо было где-то секунд 15-20 что пена была слишком много давайте проверим так ли это на самом деле у нас 20 секунд я вижу пенообразование все-таки недостаток лаги сказывается потому что вижу что прямо на сразу сливки начинает даже наклоняться не надо такое омбре по ванной пошло каким-то чудом не знаю каким пена миновала стадию крупных пузырьков средних пузырьков я не успел даже мелкие заметить она как-то сразу же превратилась без и в крем посмотрите она сразу превратилась крем смотрите начало хорошее да парни вперед вперед и даже я забыл уже что хотел воду добавлять потому что не надо ничего добавлять прет пена не высыхает она просто увеличивается в размерах пора прекращать пора она великолепна она великолепна смотрите вот она пена с какой пеной еще вы так можете сделать ребят я впервые такое вижу ее под впечатлением я пытаюсь найти слова как описать так ладно пока у нас пена пускай остается в чашечке сейчас я отпарю лицо и мы с вами продолжим хорошо итак ребят пришейф нанесен лицо отпарено сейчас будет момент истины так ли хорошо мыло как его малюет запах конечно лично для меня уникален потому что я люблю эти запахи люблю запах востока я люблю их специи я люблю их благовония здесь все это есть причем есть не в такой не утрированной форме упаковано грамотно то есть все те ноты которые автор хотел донести они в конгломерате и они не спорят друг другу кожа просвечивает я это вижу не знаю пока плохо ли это но деда мороза принципе я уже получил возможно из-за недостатка опыта там мало воды вот сейчас я этот раз пройду и попробую еще разочек чуть-чуть капельку воды добавить посмотреть какие будут изменения на тройке лезвие мерку скольжение великолепно никаких тебе задиров никаких тебе прям лезвие работает великолепно тех ощущений которые полной лопатой по морде лица получил прошлый раз нет и в помине совершенно итак ребят вот та пена которая сейчас есть я хочу добавить чуть-чуть воды чтобы посмотреть какие изменения станет ли она больше буквально там три капельки только ради эксперимента если вы допустим не это то этого можно было бы и не делать она и так работает я отсюда чувствую запах он меня просто с ума сводит посмотрите пена консентенцию не потеряла она стала эластичнее ну это это крем это не взбитые сливки это просто крем ну вот первую свою ошибку увидел мало того что чуть-чуть добавил воды в крем еще и лицо смочил надо было сделать что-то одно ребят такое ощущение что я вторую кожу на лицо одеваю что это не просто пена она как на эти вот какую-то плотность имеет вот эту плотность я разношу по лицу несмотря на то что кожа просвечивает когда я верну виду кисточкой я волос то не чувствую я я я их реально не ощущаю я чувствую как я пену размазываю по лицу то есть волоски по мазка я не ощущаю я чувствую только пену она воздушная пока то что есть мне нравится очень нравится это моя ошибка надо было губами меньше шлепать в то время когда лезвием ввел это не лезвием и не станок виновата на второй раз лезвие отработали вот гораздо лучше ну принципе все все готово осталось только маленько сопли подобрать выбрался гораздо лучше чем на второй позиции или р 89 за счет того что подняли агрессивность поставили на на тройку увеличили остроту и лучше выбривать стало естественно нужно было быть более аккуратным я чуть-чуть лоханулся махал точно так же как на второй позиции домахался ребят вы этого не делайте пожалуйста учитесь на моих ошибках вот нечего собирать тоже собственно я вам сейчас покажу кое-что а Видите, держится на двух пальцах, опа, и только так упало, это уже не пена, это крем, настоящий крем. Да, интересное кино получается. Итак, давайте по порядку, наверное, самого неприятного для меня момента, это лезвие. Ребят, лезвие Меркур, это достойное и нормальное лезвие, но не для меня. Объясню почему. На позиции 2 или в голове R89 я заработал жесточайшее раздражение, несмотря на то, что у меня было и отпаривание, и пришеев, и с мылом все нормально, и с пеной все хорошо. Тем не менее, я его заработал. Не могу понять почему. Ладно, бог с ним, дал отдохнуть 3 дня, бреемся сегодня. То, что губу расквасил, это не вина лезвия, это мои кривые руки, тут оно ни при чем. А вот то, что вот здесь вот, 3-4 микропореза сделал, на агрессивности Меркур Лонг 3, я думаю, что это обоюдное. И мой косяк, и косяк лезвий. Мне кажется, они не то, чтобы слишком остры для меня, просто это не тот тип лезвий для моей щетины, для моей кожи. Я интуитивно стараюсь подобрать угол, ход станка, как это все сделать, и пока у меня не получается. Я больше чем уверен, что пройдет неделя, 2-3, если бы я купил, допустим, блок этих лезвий, я бы нашел, как ими бриться. Но мне почему-то не хочется этого делать. Может быть из-за того, что у меня есть другие лезвия, может быть то, что сразу не зашло. Не исключаю, что может получиться точно такая же история, как у меня получилось в дерби 2,5 года назад. Точно так же, что-то сразу не срослось, не слюбилось. А, нафиг, ну дерби и дерби. И только потом, спустя долгие 2,5 года, я узнаю, что дерби выпускаются в двух вариантах для внутреннего пользования и на экспорт. И в руки мне от компании «Опасная бритва РФ» попадает пачка лезвий, и она мне заходит. Прям на ура, очень понравилось. Может быть будет и с этими то же самое. Но пока, пока они мне не зашли, объяснить не могу, что с ними не так, или со мной не так. Пока, к сожалению, не заходят. Дальше поехали. Что касается... Ну вот видите, камешек даже не понадобился, просто компресс. Что касается мыла. Ребят, в моем понимании, это бомба. Я прекрасно осознаю, что те слова, которые я сейчас говорю, вы их все услышите, и многие их поймут по-разному. Некоторые меня услышат и поймут, что я пытаюсь передать свои впечатления от использования этого мыла. А некоторые подумают, что я наоборот рекламирую, там покупай, покупай, покупай. Нет, парни, покупай, не покупай, вы же будь ласка, решайте сами. Я просто пытаюсь передать свои ощущения, что я испытал от того или иного продукта. Ребят, от этого я испытал столько, сколько еще ни от одного мыла. За все свои почти три года, даже почти три с половиной или уже четвертую, я уже запутался. Ну больше трех лет. Я не испытывал ни от одного мыла. Почему я так говорю? Запах. Запах для меня однозначно 10 по пятибалльной шкале. Я люблю восток, я люблю все эти запахи, я люблю благовония, вот эти вот все масла, вот это вот все, что с востоком связано. Это Индия, это Иран, это Пакистан, это марокканские пироги. Это вот это вот все, что знаете, там пахнет по-другому, там все другое. Это все другое здесь есть. Для меня этот запах тут есть, он ненавязчивый. Но я вот сейчас побрился, я специально пока еще не пользуюсь автошейвом, и я его чувствую, он мне приятен. Ребят, тут я попал в точку, или Шерон попала в точку, не знаю, мне другого уже не надо. Не, ну как, конечно же оно будет, но пока вот это для меня несомненный лидер номер один. По укрывистости не самое лучшее. Пятерку ему поставить, тут трудно, конечно, четыре с половиной. Что я имею ввиду? Оно полностью обеспечивает хорошее комфортное бритье. Оно дает возможность для этого. Но кожа все-таки просвечивает. Если это считать за минус, тогда да, тогда четыре с половиной. Но справляется ли оно с теми функциями, которые возложены на мыло, то есть пропитывает ли оно кожу, смягчает ли оно ее во время бритья, напичкивает ли оно его своими маслами и прочим, 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 да, справляется на пять с половиной. Пена сама по себе настолько эластичная, настолько у нее интересная консентенция, что из всех тех мыл, ну, да даже, наверное, сравнить-то не с чем, потому что она получается, знаете, как упругая бюзе. Как вот, вот еще чуть-чуть, это уже превратится в мячик от пинг-понга, и кажется, что вот начнет скакать. То есть я с таким еще не сталкивался ни разу, для меня это в диковинку, поэтому, ребят, как-то вот, как-то так. Что касается скольжения для бритвы, пять, пять без вариантов. То есть бритва шла хорошо, никаких залипух, я даже кожу не чувствовал. Более того, когда я помазком работал, я не чувствовал самого ворса от помазка, я просто чувствовал, что вот эта пена по мне растекается, то есть вот настолько она интересная. по устойчивости пены. Ребят, каждый из вас может зайти на сайт Шерон, нанести лесопу, посмотреть, как там делается пена, ставится помазок, и проходит 10, 15, 20, 30 минут, или сколько-то там минут, а торчун из пены как стоял, так и стоит. Если хотите, если у вас есть какие-то причины не доверять тому видео, я могу сделать то же самое для вас. Но сейчас, пока я брился, прошло минут 15, и пена не падала, она меньше не становилась, она какой была, такой и есть. Поэтому вот я со своей стороны склонен доверять тому видео, которое на странице в Шерон, нанести лесопу. Пена хорошая, и у нее даже предпосылки к падению, или сниканию, или чтобы пузырьки лопались, даже не было этого. Она все превратилась в какую-то сплошную массу. Да, согласен, я пользуюсь очками, зрение у меня не как у 17-летнего пацана, но мелкие пузырьки я, как обычно, замечаю, все-таки замечаю, здесь я их не видел. Это просто сплошной какой-то такой, знаете, вот шарик был. Что еще сказать? Упаковка 5, консистенция 5. Что касается экономичности, ну, прав был тот мужик, Badger and Blights, по-моему, это или американский английский ресурс, где все бродовреи собираются. Ребят, это, если вы будете загружать свою кисть 30 секунд, вы потом не будете знать, куда ломиться с этой пеной. Мы сейчас с вами загружали кисть 20 секунд. Сколько пену было, вы сами видели. В следующий раз, когда я буду бриться этим мылом, я думаю, что 10-15 секунд будет более чем достаточно, то есть больше-то уже и не надо. По всем позициям, которые можно предъявить, вот я бы мог предъявить к мылу, ну, кроме, пожалуй, кривистости. Я не считаю это минусом, но кто-то, возможно, так может счесть, что вот не было пены бороды Деда Мороза. Она была, она была, ее было много, но кожа все-таки где-то чуть-чуть просвечивала. Поэтому вот только это. Все остальное... Включая запах, это, ребята, это бомба, бомба. Шэрон, шэрон, хай, 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 хайно. If you hear me right now, I gotta say you thanks. Thanks a lot. This is a beautiful product. I like this. I like it. For me, this one number one. Best of the best. Right now, for this moment, but best of the best. Thank you so much. Пожалуй, с кремом-то уже и все. Давайте, наверное, уже приступим. Сколько я говорю, не знаю. Но пока я вот не чувствую, чтобы кожу тянуло и специально наносил его, чтобы понять, мыло будет тянуть или не будет. Если там что-то, пока не тянет ничего, ребят. Возможно, стоило бы подольше поиспытывать. 10, 15, 20 минут. Ну, вот у нас крем есть. Так что не будем испытывать. В другой раз. Если что, я испытаю, скажу, мыло классное. Итак, бриз. Ну, вот такой вот объем мы с вами сейчас нанесем. Это... Ох, жирный-то, мама дорогая. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Кто ж... Кто ж тебя выдумал? Северный олень. Нафига столько жира-то положили? О-о-о-о-о. Крем освежает. Освежает. Есть в нем какие-то компоненты, которые пощипывают на тех микропорезах, которые я успел заработать, вот со своими кривыми ручками, привыкая к мюрле. И все-таки я склонен, что они не только кривые ручки. В конце концов, с дерби-то у меня этого не было. Или два варианта. Или я не понял мюрле, и мне надо к нему привыкать, или просто мюрле не мое. Вот и все. Ребят, крем начинает впитываться. Пленки пока не ощущаю, но останется она или нет, я вам расскажу в следующем видео. На этом разрешите с вами попрощаться. Густой он, душистый, обалденный пеный. Пускай у каждого из вас в жизни случаются приятные сюрпризы, которые вас будут несказанно радовать. Очень несказанно радовать, ребят. И дай вам Бог здоровья. Пускай у вас все будет хорошо. Еще одна маленькая вещь. Любите тех, кто рядом, кого любите сейчас. Вот прямо сейчас, в эту минуту. Не завтра, не послезавтра, не через полчаса, не через полгода. А, приду с работы. Никто не знает, как долго они будут рядом с вами. Вот загребите все, отложите к чертовой матери все дела. И идите просто в макушку поцелуете, если в щечку не успеете. И все будет хорошо. Ну все, пока-пока. До встречи. С вами был я, Вадим. Фу-фу-фу-фу-фу. Бумб. Бумб. Тан-дан. Тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан. Тан-тан. Ох. Как же это вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok